Уважаемые любители моих роликов о течении нашей жизни, ну или эволюции. Сегодня речь пойдет об ускорении эволюции, которое воспринимаю с большой радостью. Почему? Потому что я думал, что не доживу до этого светлого момента. Почему? Потому что это очень редкое явление, когда вяло текущий эволюционный процесс, который среди гоминид не очень заметен из-за того, что мы живем недолго. И это, в общем-то, печальная история. Все время приходится реконструировать события. Происходит на твоих глазах. Вот, собственно говоря, это сейчас и происходит. То есть, происходит прямое ускорение эволюции гоминидных сообществ. Это очень важно, потому что она течет медленно. И при медленном течении она регулярно переходит в такой период стагнации, то бишь, стабилизирующего отбора. Когда наибольшее преимущество в жизни получают люди, которые ни умом не блещут, ни образованием, вообще ничем. Но зато имеют хорошие связи, надежных родственников и хорошие доходы, которые позволяют им вести праздный и бессмысленный образ жизни. И это сказывается на эволюции человечества, потому что она в такой ситуации замедляется. Ну и для того, чтобы бороться с этими явлениями всегда в нашей истории, я отчасти излагаю в этих книжках, имеется в виду книжки, посвященные церебральному сортингу. Их уже вышло четыре издания, и в ближайшее время, я думаю, что может быть подготовлено сильно дописанное измененное пятое. Это о том, как эволюционирует человечество по каким церебральным раззаконам, а не общественно-экономическим. Потому что про общественно-экономические формации, остальной бредятину я даже и обсуждать не буду. Что же происходит тогда, когда высочайшие люди пытаются ускорить эволюционный процесс? Известны нам такие в линии? Да, конечно, известны. Ну, самое упоминаемое, скажем так, в нашей стране, это явление, связанное с Иваном Грозным, то есть Иваном IV. В чем дело? Дело в том, что он, как известно, был человек суровый, но суровость это была в значительной степени вынужден. И в чем дело-то? Дело в том, что к тому моменту, когда он разделил Россию на опричину и земщину, значит, уже дело дошло до крайнего градуса. Ну, в том смысле, что страну просто начинали дербанить со страшной силой. Началась Ливонская война, которая потом, кстати, плохо кончилась, и при этом там такие, как тогдашний олигарх князь Курбский дернул за границу, обращая ваше внимание, вам ничего это не напоминает? Естественно, с деньгами. Ну, в общем, все было как всегда, и ситуация в стране была крайне тяжелая. И для того, чтобы решить ряд проблем, было решено Иваном Грозным вести опричину. Ну, не такая уж она была изверская, не так уж много там людей было. В самый развитый момент она составила там 6 тысяч человек. Ну, не так много для страны, почти с шестью миллионами людей, ну, очень немного. И там уничтожили они не так много, значит, добрых бояр, ленивых вороватых, вороватых дьяков. Ну, дьяки тогда были казенные, это примерно то же самое, что сейчас министры, заместители там и прочая всякая публика, которая вдруг неожиданно, поработав на страну, оказывается, с очень хорошими деньгами где-нибудь за границей. У нас вице-премьеры все там оказались довольно странно. Ну, и много еще кого, кроме непосредственно близких бояр. Вот для того, чтобы навести порядок и прекратить казнократство, то есть заставить людей работать на страну, он вел опричину. Не такое большое количество было. Кстати говоря, он тогда очень поступил демократично. В опричину входили как князья, так и обычные дворяне, так и просто люди со стороны, которые хотели работать на царя. Ну, известные личности типа Малюта Скуратова. Он, кстати, не такой уж и был плохой, потому что этих бы все равно пришлось как-то уничтожать. А так он и Иосифов Володский монастырь построил на свои деньги, тоже неплохо. Я в нем, кстати говоря, жевал хорошее место, между прочим. Советуюсь ездить посмотреть хотя бы. Так вот, он вел опричину. Для чего? Для того, чтобы быстро сменить огромное количество людей, которые обладали мозгом старой конструкции, то есть та, которая не могла воспринимать те реформы, которыми он вел страну. И ничего с ними сделать нельзя. У них и власти, и деньги. Ну, что делать с этими людьми? Ты куда-нибудь трепыхнись, там все проплачено, украдено, значит, договорено. Ну, ровно то же самое, что и сейчас. И Иван Грозный всего с 1665, если мне память не изменяет, до 1672 держал опричину, потом разогнал. И, кстати, обещал лупить кнопку том, кто будет упоминать об этом деле. Но, тем не менее, за 7 лет он навел порядок. И с новгородцами раздолбайскими и со всеми остальными. Да, конечно, ему пришлось использовать опричину, убрать того, кто подвернется демократическим способом. Ну, поэтому они тоже там и озорничали, и грабили, и бог знает что утворяли. Но, тем не менее, он опричину скоро загнал, но результат был достигнут. Это результат очень важный, потому что впервые было произведено целенаправленное, скажем так, целенаправленный сортинг мозгов для того, чтобы люди, которые остались, выполнили государственные дела. Это был важный момент, чрезвычайный. Следующий этап такого же рода, то есть, по сути дела, опричина – это ускоритель революции. Через там полтора-два поколения это решило массу дел, потому что возникли те самые утешайшего времена, утешайшего приобретения России, возникли выигрышные войны и прочее, прочее. То есть, вот эта чистка мозгов, произведенная Иваном IV Грозным, она дала результаты через поколения, когда выросли те, кого, собственно говоря, он и хотел получить. Следующий большой этап, тоже очень повлиявший на Российскую империю, – это этап Петра I. Он поступил, надо сказать, очень мудро, в отличие от своего предшественника. Он создал то же самое, то есть, по сути дела, таких же точных псов, как Иван Грозный, только они назывались по-другому. То есть, опричина называлась Лейбгвардией. Сначала это были просто потешные полки, которых он выращивал с 1683 года. И к 1700 году, когда уже они вступили, так сказать, в первое сражение, это были абсолютно преданные люди. И отбор ввелся жесточайшим образом. А именно, набирали дворян в солдаты. И только в офицерское звание, после которого начиналось там движение по чинам, Петр представлял каждого лично. Поэтому это были его люди. Это был настоящий отборные люди, это был церебральный сорсинг, который привел к тому, что Петр совершил все то, что он сделал. Он одного солдата посылал собирать с губернаторов налоги или ставил вице-губернатором офицера какого-нибудь Семеновского или Преображенского полка. Все было серьезно. Иностранные миссии им доверяли. Это были те самые отобранные люди, которые сделали Российскую империю. Дальше дело, конечно, шло и у нас в стране, и за рубежом. И каждый раз, когда надо было быстро сделать серьезные изменения в головах, то есть сделать их невозможно быстро, люди долго растут, медленно созревают, а надо отбирать. Как отбирать? Создавался вот такой инструмент. Это на самом деле социально-биологическая машина, которая отбирала людей, готовых по конструкции мозга идти за царем, например, или неготовых. Да, это было жестоко, но это было, и ничего с этим не сделаешь. А это продолжается. И продолжался это во время революции. Ну, знаменитая ВЧК, Чрезвычайная комиссия, она делала точно то же самое. Это новая причина, только уже коммунистического толка. Они отбирали людей, которые были готовы строить новое государство. А те, кто сопротивлялся, тех, конечно, пиф-паф. Это понятно. Те, кто не хотел, да, им приходилось тяжело. Именно поэтому в ВЧК огромное количество всяких функций было. Получилось? Да, получилось. И обращаю ваше внимание, если Иван Грозный просто истребил половину своей опричины, то Пётр I сделал эволюционное развитие Семёновского преженского полка, как элитных личностей. Давал он привилегии. Так и с ВЧК тоже самое. Они выполнили свою первую функцию, отбор жесточайший. А потом их стали менять. Но стали менять избирательно, не тотально. В ИЧК переименовали, там, по-моему, в 23-м году в ГПУ при НКВД. И дальше всё пошло-поехало и дожило до сегодняшних дней. Кстати говоря, плоды, люди оттуда выходят очень неплохие. Одного мы с вами широко знаем. То есть механизм опять сработал, но опять наши поступили гуманно. А вот в Европе в хвалённые поступили негуманно. Почему? Потому что Гитлер что сделал? Он воспользовался кеми? Кем? Коричнево-рубашечниками. То есть штурмовиками, так называемыми. Рёма. А в чём дело? Они возникли ещё в 21-м году, правда, в 23-м. Там пивной путь, их там разогнали. Но через два года опять всё разрешили. И всё было хорошо, пока Адольф Алоизович не пришёл к власти. А потом та же самая опричина, которая за него зачищала страну, для него готовила всё, была уничтожена знаменитая «Ночь длинных ножей» в 34-м году. И Рёма того же самого отправили на тот свет вместе ещё с, примерно, сотней руководителей штурмовых отрядов. И система исчезла. Обращаю внимание, насколько у нас это гуманистично происходило и насколько дикими способами там. Ну, а теперь про самое главное, самое интересное. Недавно на выступлении президента было сказано, что участники СВО должны получать специальное дополнительное образование и идти, как вы понимаете, во власть. Это очень интересно. Потому что, по сути дела, создаётся новый класс преданных и теперь уже образованных, прошедших войну людей. Как вы видите, ускоритель эволюции продолжает своё дело. Немножко в другой форме, немножко под другими лозунгами. Но, собственно говоря, цели, задачи всё те же. Попытка быстрейшим способом сменить обладателей архаичного, значительной степени обезьяньего мозга на тех, кто думает уже по-другому. Ну, сколько может идёт это мышиное безобразие, когда сыр-то казённый, а мыши не хозяйские. Поэтому, уважаемые слушатели, я вас поздравляю с тем, что у нас начинается очевидное новое, новый цикл ускорения эволюции вот в такой форме, когда будут меняться люди по совершенно новому принципу. Я думаю, что мы увидим очень много интересненького благодаря тому, что будет происходить в ближайшее время. На этом я с вами прощаюсь. Приятных наблюдений за событиями, которые нам совершенно ясно готовят в ближайшем будущем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова